Добрый день! Все требования и Роспотребнадзора, и Федерального центра подготовки Новогорск мы выполняем, здесь проблем никаких нет, задаем регулярно тесты, вчера был тест, сегодня был тест, поэтому соблюдаем меры социальной дистанции вне тренировочных процессов, так что здесь все идет по плану. Есть ли какие-то отличия по сравнению с сентябрьским сбором? Плюс-минус все то же самое, потому что мы понимаем, что ситуация стала посложнее, но опять же механизм был отработан на тех, кто сбор, он достаточно громоздкий, непростой, но мы понимаем, что это делается для сохранения здоровья, безопасности спортсменов, поэтому здесь никаких стенаний с нашей стороны нет, все делаем ровно так же, как делали в прошлый раз. Переходим к футболистам, у нас по-прежнему несколько игроков не присутствуют на сборе в связи с травмой, каково состояние Головина, Миранчука, Баринова прежде всего? Ну я думаю, что Саша Головина и Алексей Миранчука мы вправе ждать сразу после сбора уже на поле, в общих группах, динамик у них положительная, в клубах не стали форсировать их восстановление, в несколько раз сборной полностью это поддержал, мы с ребятами на связи находимся, уже после паузы на сборной, как уже сказал, ожидаем их в общих группах своих командах. Ну у Дмитрия Баринова реабилитация гораздо более длительная, чем у названных ранее мной футболистов, все идет сейчас по плану, он к нам сегодня приезжал для общей фотографии сборной, пообщался с ребятами, здесь все хорошо, я думаю, что с Нового года уже на первый сбор команды должен поехать работать на поле индивидуально, ждем весной Диму на поле. Вопрос от журналистов по Андрею Семенову, были тоже небольшие повреждения у него еще, наверное, даже с предыдущего сбора, как на сегодняшний день его состояние? Повреждения, которое у него было перед этим сбором, никак не связано с предыдущим сбором, абсолютно никак, от слова никак. У него было небольшое воспаление в области мышц таза, провели диагностику, связались с коллегами из Ахмата, совместно выбрали тактику лечения, а сейчас у него все хорошо, тренируется без ограничений в общей группе. Удалось ли уже оценить функциональное состояние Дениса Черышева, который буквально ночью пролетел в расположение сборной? Как раз сегодня тренер по профессионалу проводил свой традиционный бип-тест, когда они оценивают состояние функциональное, Денис Черышев принимал участие в тестировании, я думаю, что вечером уже тренер получил необходимую информацию, но мы опять же с Денисом на связи, он в общей группе, каких-то недочетов в фондальной подготовке его мы не ожидаем. И очень многим интересны вообще рекомендации доктора Эдуарда Безуглова в связи с ситуацией для спортсменов, не только для футболистов, но и вообще для спортсменов, в связи с тем, что все-таки количество инфицированных людей увеличивается. Вот что бы ты порекомендовал спортсменам в нынешней ситуации, какие, может быть, дополнительные меры предосторожности им необходимо использовать? Я думаю, те меры предосторожности, о которых рассказывают Роспортнадзор, УИФА, РФС, кто только не рассказывает, достаточно для того, чтобы себя обезопасить, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию, это не пустые слова, используйте маску. Опять же, спортсменам им может быть проще, потому что контроль, ну, высокого уровня, да, за ними контроль. Дольше спать, побольше витамина D, C, вот, ну, ничего другого придумывать, наверное, на специфической профилактике в настоящее время не существует, поэтому здесь каждый должен просто соблюдать то, что должен соблюдать любой из людей, которые не хочут заразиться коронавирусной инфекцией.